о здрасте дорогие мои резко начали падать не знаю сколько я смогу снимать потому что сейчас минус 15 и по моему 8 или 9 метров в секунду ветер да то есть ощущается как минус 30 так говорят так ну а кто я уже застекли потому что холодно дверь уже не открываю ли только открыты кто захотел вышел полетал кто не захотел халтурит ждет пока я приду его выгоню однако очень холодно однако очень холодно не знаю то ли мне камера будто показ то ли небо мутная не могу понять что-то не то сейчас я вытру еще разочек вертолет смотрите на стоп вот мне не кайф стоять что ну я я-то никак голуби я могу домой зайти погреться выйти посмотреть что там творится резко скинули небо вроде сильный пасмурно сильный потому что во-первых влажность большой о пошла руда где ты я же резко ой блин пальцы замерзают как это видите даже и птички чирикает это тоже опознавательные знаки тоже опознавательные знаки однако холодно но не мешает который приехал ко мне наконец где-то яша два дня приходит как только пришел более голуби как дали вверх покрылись вот это кайф я гону а люди со мной спорят горит нет хищник плохой вот видите месяц чтобы разгонялись кипитально кипитально дорогие мои ну и наверное я наверно на это закончу потому что стоять мерзнуть это себя не уважать холодно очень холодно ну поймает яша молодец придет яша еще лучше а не прийти он не может потому что он голодный надо будет кого-то поймать кого поймать чего поймает это его выбор он лучше меня знает каких надо поймать лучше меня знает я наверное сегодня еще дома ролик сниму покажу аквариум свой и еще попробую объяснять по-другому что в природе выживает сильнейший попробую еще и на рыбок объяснять но я что у голубей что собак что рыбы всю жизнь держу всю жизнь я люблю но ветер сильный хороший сильный ветер не хочу я мерзнуть и попробую на показатель доказать что вызывает выживает именно сильнейшие у меня там рыбка одна из больная я специально его оставил думаю ну сниму 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 ну что-то как-то руки не до этого но походу у меня уже и другие начали болеть надо будет уже ролик снимать про это ну все визитную карточку в небе показал думаю достаточно дальше уже дома покажу будет приятный и приятный и приятный все холодно однако так вот дорогие мои ну как и обещал в общем сейчас и дома покажу да кстати это тоже моя ручная работа не только этот голубей умеем гонять конечно это не мое изобретение это я как бы матрицу взял то есть ну как бы образно матрица взял и сам уже вручную все вот это делал это такая штучка да он тоже сам ремонтировал так это тоже кстати этот аквариум тоже с 94 года как бы аквариум маленький вот такой где-то на 250 литров то есть ну не совсем маленький но и небольшой потому что большие аквариумы это где-то где-то ну с полтона начинается уже и больше в общем так ну здесь видите воздух идет ну чтобы можно было рыбок показать я сейчас воздух зафиксирую то чтобы воздуха не было чтобы потом показать что я хотел сказать на самом деле так значит дорогие мои этот аквариум тоже вот я 94 как переехал в Волгоград и сразу же купил этот аквариум и он постоянно ну сколько я себя помню я всю жизнь держу и рыбок и собак и собаку сразу же купил и голубей произвел ну это такие неотделимая часть моей жизни это очень сильно связан с животными значит ну как и все аквариумисты они начинают гупешек потом на живородящих потом переходит там на скаляры на лабио на дискусс переходит на хищников на таких жестких дорогих хороших хищников ну и под старостью лет опять переходит к живородящим то есть к самому простому ну как говорят дети и старики они как бы похожи тянет значит если мы смотрим значит природе природе это то есть в аквариуме гупи это самые простые самые самые простые рыбки гупешки но вы не поверите они самые красивые сейчас я попробую потянуть может там зацеплю кое-кого видите не знаю насколько передаст а этот камера сейчас может еще сильнее потяну чтобы лучше зацепить вот смотрите какие хвосты идеальные вот они видите плавники ну тут у меня как бы еще работать и работать и работать тут работу очень 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 много очень много почему потому что но когда держишь хищный птиц это птица говоря хищную рыбу с хищной рыбы ну растений живые не бывает все эти растения они живые натуральные тут нет искусственных растений все живые ну и у каждого вот как каждом регионе каждом регионе да какая то порода вот допустим ну волгоградский какая у нас порода голубей это царьки это дубовский это там елецкий камышинский улюпинский то есть ну как бы это порода приспособ порода приспособлена к волгоградскому да то есть почему и называют там по местности то же самое по каждой местности воды по каждой местности воды значит определенные виды растений хорошо растет некоторые вообще не растут ну в общем состав воды хотя мы когда пьем сейчас по-моему я кое-что нашел сейчас покажу вроде одного из них видно будет сейчас не знаю попадется он в кадр или нет значит 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 это малек малек там малек в этом сундучке находится там видите трава борода мох называется в этом мох они прячутся от взрослых этих не знаю получится у меня мелочевку как бы показывать совсем маленьких других мелочевок я могу показать вот все вот эти где там мелкие губешки они родились вон там мелочевка эти родились в этом аквариуме выросли эти пиццилии тут родились выросли вот вот так это мальки были в общем мы шасси отдали чтобы можно было зацепить на голове все таки легче снимать чем там я уже приспособился то есть вот она черненьким хвостом это мальки которые родились в этом аквариуме родились в этом аквариуме выросли их много десяток наверное вот этих будет пиццилии только что-то я их не нахожу куда они попрятались вот одного вижу но таких несколько штук есть еще желтенькие такие вот второй тоже маленькие это уже другой вот этот побольше это куда убежал ну они же видите тоже как сапсаны на месте не стоят убегают в общем тоже большенькие бусинки так и вот смотрите что тут творится здесь значит у рыбок живородяши ну про икрины не буду рассказывать там каждый вид как бы по-своему рыбу это да икру метет там необходимые растения нужны камни нужны коряги нужны там для каждого вида там этот но не будем вот об этом говорить про живородящих скажем что они сразу рожают живых сразу они выходят живые тут два фильтра работает там тоже башенька специально для этого здесь внутри банш башенок тоже прячется вот в этой лодочке тоже видите тут целая композиция сделана и это не просто так сделано почему я груда донести до ума тут много работы еще есть это да которую надо будет делать но тоже из мелочи которые значит да они рожают это да сразу живых этих да рыбешек мальков и в отличие от голубей в отличие от голубей рыбы рыбы они ганнибалы они поедают своих же собственных детей то есть мать рожает и тут же ловит и кушает своих питомцев да то есть это ну своих детей кушает у рыбок это так если голуби как бы высиживает выращивает выкармливает здесь другое ну есть там и у рыб тоже это да которые этих мальков своих во рту держит там есть которые он дискуссия там к нему прилипает бок там чтобы это да как бы молоком пропитаться природнее то есть не про это я про живородящих говорю да вот смотрите вот рожает выпадает малек абсолютный беззащитный малек то есть такой малек который даже вот уже мелкие рыбешки могут это да приглотить и он выживает в аквариуме он выживает этот малек допустим рожает там рыба там 40 штук 50 штук 100 штук там неважно да там несколько десяток скажем там мальков из них 1 2 3 4 5 10 могут выжить ну вот так как получается как эти выживают выживают элементарно дорогие мои закон природы выживает сильнейший выживает умнейший вот если вот здесь посмотрим вот смотрите видите камушка лежит да вроде так на первый взгляд это камушка лежит но на самом деле он не просто лежит под него есть зазор под этот зазор не залезет большая рыба но залезет маленькая рыбка вот эти мелочи они залезут сюда под этот камень точно так же залезает вот видите там дырочка такая маленькая вот здесь из оргстекла вот идет такое как бы конусом идет это полоска из оргстекла значит внизу если вот посмотрите тут не до конца стоит к полу и там есть щели и когда взрослые рыбки гоняются за мелочь вот этот мелочь умудряется залезнуть туда за оргстекло то есть прямо песок зарывается и он за счет этого выживает вот здесь тоже видите вот растения густо стоят растения для чего чтобы крупная рыба большая рыбка не смогла залезнуть сюда а мелкие рыбешки новые которые родились они прячутся тут вот в этих местах они прячутся тем самым выживает вот там лапешка тоже прячены эти прям в углу такой это лобби колор это значит одна штука вторая штука я говорил про больную рыбку я расскажу вот смотрите я даже ну уганали как бы голубей нет он любит аквариум и вот ну буквально сколько недельку две тому назад я купил на рынке велифера ну кто знает это такие шикарные хорошие рыбки вот это велифера называется и у человека я спрашивал торгует я говорю местная привозная гонконг китай сам вывожу сам этот привез буквально через несколько дней его тоже сейчас вот если внимательно посмотрите его начнут бить его бьют он скукоженный он нахохлившийся сейчас попробую показать чтобы хорошо было видно он такой видите хвостик у него прижатый вот здесь смотрите как у этих хвосты открыто да там даже его же самка в общем как бы то есть ну не его же самка да самка велифера это самец в общем вот этот вообще малинезия это не это да там не велифера в общем то есть вот у этих как открыто да хвосты а у того как вот он ну как у почтарей два два пера вот такое он это да я когда ганель показал он говорит ну ты же сам лучше знаешь в унитаз я бы не пока подержу но я не говорил для чего она мне нужна была мне надо было как бы ролик снимать показать и объяснять точно так же как и с голубями да заболел лечить не надо ничего просто вот взяли вот одну рыбешку выкинули унитаз пока вот это за две недели вот вместо него я уже двух лобешек маленьких потерял нашим и этого из этих из данешек вот эти такие разноцветные которые есть это разноцветные дань там их несколько цветов есть вот этот блин их же и не поймаешь такого цвета там вот серенький такой вот там тоже из мальков которая здесь выросла и вот делайте выводы дорогие мои как получается так как получается так чтобы вот вот вырос родился родился его так я ищу этих как бы скажи мальков может найду я покажу это вот две лобешки они прячутся они любят вот там один второй это такие шикарные рыбки вот двух штук из-за этого дурачка они у меня что-то заболели и померли и того надо будет уже выкинуть вот там они должны быть видите вот такие лабиринты сделаны из травы из этого они периодически так выходит пытаются что-то кушать опять прячется и выживает вырастают они представляете вырастают вырастают но я сейчас наверное чуть корма кину пока на паузу поставлю и посмотрю если малек выйдет кушать попробуй малька самых маленьких чтобы не говорили что он брешет невозможно там они только рождать их только тут же кушают попробуй вот этот момент если получится показать вам так ну один вроде сейчас я направлю сюда камера не знаю он покажет не покажет камера ну вот такой чуть большенький может еще приближе чтобы вообще хорошо было видно вот вот один чуть большенький тут мотается вон там постоянно прячется такой серо-красноватый не только что было видно камера взял он пропал опять только что было видно подождем чтобы долго не снимать да как закон подлости что-то не получается найти их как и сапсана вот когда не надо вот тут как тут когда надо хрен увидишь и на раз как суррока тики по вылезает тут есть вот здесь вот в этом месте тут есть желтые вот от от этой желтых от желтой самки где она тут большая желтая самона она там с этим словно хвостом вот этот от нее есть есть еще желтые с такой с чернотой как вот тоже тут ну по взрослой вот она то есть такой с чернотой есть гупешки маленькие маленькие кстати из них самые маленькие вот эти мальки это от гупешек то есть по идее по идее меньше меньше всех должны выжить гупешки меньше всех потому что шансов выжить у них минимально практически можно сказать ноль потому что новорожденный допустим малинези или велифер или меченосец он там несколько раз крупнее чем вот это тоже из мальков который вот у меня родился он несколько раз крупнее чем гупешки которые да ну если даже внимательно посмотрите тут больше всех гупешек у меня в общем потому что больше всех почему-то выживают они они шустрее они сильнее получается вот то же самое и с этими да с хищной птицей то есть выживают те вот ну многие говорят сильные хорошие голуби да выживают те которые умные шустрые умеют прячаться умеют вовремя уходить то же самое и здесь вот иной раз вот так сидишь смотришь вот он там выскочит допустим вот оттуда выходит и за ней сразу несколько рыбок покинули это да погнались если за голубем один сапсан там или один тетер гоняется да то за этим мальком уже десяток рыбок начинает гонять пыш 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 по-моему там мелкнулся вот этот мелочь не знаю зацепилась на камеру или нет да и быстренько уходит он моментально уходит в общем под камышко залетел там туда залез в общем то есть застревает где-то то есть залезает туда где там остальные рыбешки да ну крупная рыба уже застревает ну вот тоже вот под тот камень тоже залезает там тоже вот это да находится тоже мох растения то есть путается вот рыбка залетает об растении и все и дальше не может а малек он проскакивает между вот этими растений вот он вот он вот он видите мелочь он видите но это еще намного крупнее чем есть там желтенькие этому уже ну наверное недельку две как минимум ну внимательно если посмотрите увидите мотается там ну я на камеру заметил его я на камеру его заметил такой сероватый видно ну и вот теперь дорогие мои сделайте выводы как почему что как они могут выжить элементарно боженька все создал в идеале в общем но он еще создал такой закон выживать должны сильнейшие 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 которые чуть подболевшие вот она там не знаю видите вы его или нет но если внимательно посмотрите он там периодически появляется но этот чуть уже покрупнее такой не уже не маленьким уже недельку две а тут есть там уже несколько дней там три четыре пять пять дней недельку то есть такого размере разных пород но выживают выживают сейчас я наверное на паузу поставлю еще так посижу кофе попью посмотрю если появится вот отсюда я хочу чтобы появились вот эти желтенькие маленькие там эти ну получится покажу не получится не покажу ну они тут разворотит это я сейчас не хочу я могу сейчас поднять вот этот лодочку в общем они с под него они находятся там и тут же эти да накинутся рыбки на них я не успею их защитить в общем и это будет глупо с моей стороны разворотить это для того чтобы что-то показывать в общем то есть они там и они выживают на всем и еще раз закон природы выживает сильнейший к этому добивайтесь и будет все замечательно дорогие мои ну вот под камнем смотрите малюк малюк блин уйдите не знаю вот белый камень возле него такой прозрачный от гупешки сейчас выскочила как камеру взял все по моему пропукал я направляю на это место такой прозрачный он как светится вот такой малышка был но этот то выходит то заходит здесь тоже не поймешь то ли они такие чуткие то ли они такие чуткие что даже от камера боятся то ли хрен его знаете что сейчас попробуем здесь поищем этих же они прячутся вот так под камень залетают вот такие блин не знаю успел я зацепить не успел я зацепить ну прям под камень такой мелкий мелкий один очень маленький прямо из новорожденных был ну и как закон подлости закон подлости эти тоже из тех которые уже выросли им уже ну где-то месяц может быть уже хвосты появляются тоже здесь родились они у меня то есть рождаются прячется выживает выживает блин куда же он делся потерял ладно подождем может появится опять блин по моему у них чуть от камеры только камера направляешь они теряются моментально так вот вот эти которые сейчас вот на камне вот на стекле ну их присосками называют это анциструсы они такие некрупные вырастают ну там максимум сантиметров до десяти где-то есть еще парчовые анциструсы они прямо огромными вырастают но кто с первых же дней смотрит мои ролики у меня был парчовый анциструс этот ну потом скелет у меня на мангале лежал я показывал где-то сантиметров сорок длину огромная огромная где-то наверное с полкило но это рыбка у меня может ну лет пятнадцать может больше прожила вот этот парчовый анциструс то есть рыба тоже очень долго могут жить в общем почему и мне нравится нравились то есть эти хищные хищные они долго вот гупешки нет они недолгожители там вот чем сложнее рыба там те же самые скаляры лобежки там это да там вот эти они могут долго жить в основном как бы икориная рыба долго живет но не знаю что то я сижу смотрю наблюдаю выскочит камера берешь опять прячется то есть но де-факто я показываю вот эти мелочи это гнет знает где он там смотри каких размеров уже выросли им сколько на месяц в два вот этим вот это как бы ребенок это мамаша крупная вот это мамаша сейчас наверное вот так сделаю вот это мама а там вот дети их мелкие вот тоже с под нее тоже с под нее уже их там несколько штук вот выжило ну как бы вот так тут есть еще одна замечательная рыба то есть не одна их там несколько штук аквариумистов беда с бородой черная борода есть такая штука плохая не знаю камера покажет цвет его тигровые дания куда он прятался вот он красивым зеленоватым отдает криломутровый зеленоватый да вот есть такая штука зеленая борода такая ну очень плохая штука вот это значит черные неоны вот на них похожи вот они видите вот эти это называется сиамские водорослоеды ну как бы похоже на черных неонов но они другие они вот именно вот зелень едят вот это бороду поедает есть еще другие виды представляете природе все там есть просто надо знать что как вот их три штучки они длинненькие вот неончики они тоже такого это черные неоны вот она видите тоже как бы похоже но это это другая совершенно чем вот это чем вот они очень шустрые быстрые такие хорошенькие ну что ролик по моему мне очень долгий получился не знаю там получится мне вот этот мелочевку показать но де-факто я показываю что они выходят выживают я их не отсаживаю не это да там как бы они именно вот здесь вырастаются кто выжил выжил то есть я не отсаживаю выживают и становятся четкими то есть закон природы вот из выживших тоже тоже вот он уже видите каких размеров стало этот петель как бы вот так ну все думаю всем спокойной ночи так друзья мои вот вы не поверите вот с Ганелем разговариваю по телефону вот он появился по моему все опять спрятался опять спрятался представляешь как ладно на паузу поставили может появится так ну по моему я уже зацепил его не знаю так или опять удрал вот засранится вот я уже вытаскиваю тех не могу я зацепить сейчас сейчас уже вот видите они где-то здесь прячется я не знаю зацепил не зацепил вот как назло вот знаете как а вот она вот она засранец вот он вот он вот видите вот он вот он вот он вот он это еще покрупнее оп 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 спрятался видите это еще покрупнее там есть еще несколько раз меньше его вот такие мелочевки видите и прячется ну все что обещал то и показал выживает сильнейший спокойной ночи всем а а что не вы за что а вы